Всем привет, меня зовут Оля, я уже год как выпускать свои видео из Северной Каролины, потому что мы год назад переехали в Америку. Это не было нашим спонтанным внезапным решением, мы готовились и ждали визу около пяти лет. И я как-то обещала, что я сделаю видео про то, как мы упаковывали чемоданы, что мы упаковали, что бы мы хотели упаковать, что мы забыли, что вообще надо сдать с собой. Я переезжала несколько раз всю свою жизнь, из Казахстана, по Сибири, мы жили в Ростове. Год провели в Смоленске нечаянно. Но для меня это, в принципе, не так сложно, взять, упаковать чемодан и куда-то переехать. Для кого-то это страшный шаг, который ведет в неизвестность космос. У всех просто разные восприятия жизни, и это вполне нормально. Так вот, в моем видео я не буду вот так вот сидеть, я попробую использовать разные видео, как съемки из тех мест, где мы ездили за этот год. Так что посмотрите заодно дороги Америки, может быть, какие-то дома вокруг и вот такие внешние виды. Не надо пугаться моему лицу, который будет вот так на вас смотреть пристальным взглядом. Сколько там, полчаса? Короче, у меня не получается. Ладно, поехали посмотрим. Не забывайте ставьте лайки, подписывайтесь. Если знаете кого-то, кто планирует переезд, не обязательно в Америку, перешлите им это видео, возможно, ему оно пригодится. Ну, спасибо, пока-пока. О, поехали. Так, поехали. Так, со мной раз, два, четыре чемодана. У нас семья из четырех человек, правильно? Два взрослых, двое детей. У нас дети не маленькие, поэтому если у вас маленькие дети, тут я, конечно, вам не знаю, как собирать. Сейчас, потому что мои дети уже 9 и 17 лет, поэтому они уже могли нести с собой вот такие чемоданы. Это рюкзачки школьные, такой рюкзачок, вот такой рюкзачок. То есть у нас у каждого была сумка, как бы багаж, 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 который сдается в багаж, и рюкзак. Рюкзак, я, допустим, себе я купила такой, чтобы он как раз уходил в ручную вкладь по размеру. То есть перед тем, как вы покупаете рюкзак, вы посмотрите на сайтах требования авиакомпании, потому что они могут быть разные. Я смотрела именно четко по размеру, потому что они бывают в два раза больше, и он бы уже не проходил бы мне вот в ручную вкладь, мне бы пришлось бы за него доплачивать. Зачем доплачивать, если это? Розовых не было, я хотела купить розовый. А когда я его покупала? Я его покупала в феврале, феврале 2022-го. Все было раскуплено, поэтому купила, что уже было. И компьютеры. То есть у меня компьютер, у мужа компьютеры, и там у детей свои гаджеты. Помните, там можете зайти на, как сказать, веб-сайт компании, через которую вы будете покупать, допустим. Потому что требования, допустим, если вы полетите каким-то лоукостером где-нибудь, то там у них могут быть какие-то три tricky moments на то, что там какую-то сумку надо будет оплачивать. Чуть-чуть по сантиметру не пройдете, и все, капец. Поэтому об этом надо подумать заранее, пока вы пакуете в чемодан. Чтобы потом не надо было перекладывать из чемодана в чемодан, чтобы у вас все было ровненько уложено, вы не нервничали, не переживали. Меньше нервов лучше, счастливее поездка. И да, и компьютеры обычно лежат вне сумок, поэтому вы можете пронести компьютер отдельно с собой на борт. То есть не обязательно его трамбовать куда-то туда в сумку. Если что-то не влазит, вы уже компьютер можете отдельно везти. И в этом видео я, смотрите внизу, как это называется, в описании я сделаю пошаговое содержание, чтобы было проще ориентироваться по фактам. Итак, самое первое, что мы кладем с собой, аптечка. Начнем. Beauty products и аптечка, медицинские аппараты, препараты, вот это все. У нас семья, в общем-то, здоровая. Единственный недуг, который нас беспокоит, это аллергия. Поэтому мы с собой не брали каких-то там больших сумок с медикаментами, потому что я читала в чатах, что люди запасаются, рекомендуют брать запас на первые месяцев 10, чтобы у вас там было сколько-то у вас коробок есть, надо, вы только рассчитывайте, ну хотя бы полгода, пока вы там уже определитесь с доктором, пока вам пропишут, чтобы вы успели перестроиться на новые медикаменты. Это если вы на чем-то там плотно сидите. Звучит страшно, да? Мы брали только антигистаминные, две пачки или три, что-то. Ну я знаю, что они тут продаются, тем более как-то вот. Но опять же, надо было. И нас уже аллергия меньше беспокоила последние годы, поэтому мы, видимо, с ней справились. Так, по медикаментам, опять же, обычная рекомендация от авиакомпании, что вы должны брать с собой prescription, то есть предписание врача. Ну на всякий случай, если оно у вас есть, а так люди говорят, что никого нигде никогда не проверяли, они упаковывают просто в чемодан, не в ручную укладь, а именно в чемодан, который вы сдаёте. В ручную укладь медикамента лучше не брать, потому что это будет действительно вот уже досматриваться. А сюда? Пффф, заизи. Люди даже говорят, они их вытаскивали из коробочек, без инструкции, без ничего, чтобы больше натрамбовать. Я не вижу смысла, ну ладно, если кому-то много, то надо. Я единственное, что с тобой брала, я сейчас об этом жутко рада, вот такие пластыри мы покупали. Когда кашель, перцовый пластырь. Это мы ещё, получается, брали в Минске. Да, мы в Минске ещё покупали. В Белоруссии. Да, в Белоруссии. Потому что, ну, я их периодически такими пользуюсь. Сейчас я купила местный, он называется Pain Punch, но он не на основе перца. Я какие-то пробовала до этого, они очень мягкие. То есть эти перцовый пластырь, и кашель проходит два дня. Да, более такой, ааа. Он жжёт, да. А вот эти я купила местные, они, не помню там на чём, китайский покупала, то есть через китайский сайт. Оно не везде, и в Волмарте тоже через китайский сайт. Они не жгут. Не, 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 вообще я ничего не заметил, когда я надевала. Но немножко тепло. Ну тепло, да, он мягко даёт тепло, немного. Ну, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, я потом нашла свой перцовый пластырь, и, кажется, у меня их ещё два оставалось, и сразу у меня кашель снесло. Ну это какой-то инфлюенсы, грипп какой-то тут ходил. Что у меня ещё было из медикаментов? Вот я грушу по солодке. Корень солодки, то есть опять же от кашля, я обычно пила вот именно вот в коробочке, как вот, как чай с борт травяной, корневой. Здесь он, я его нашла, он сюда импортируется, он в Америку импортируется из Индии, то есть через сайт Волварта. Из Индии? Ну, тоже, видимо, здесь он не растёт, всё. Его сюда привозят, из Индии. Ну и так за эту цену, как-то солодку я так, пока ещё не покупала. Поэтому, а, где моя бутылочка йода? И йод тоже. Потому что мы привыкли йод везде капать, горло полоскать, а вон йод. Там что-нибудь помазать йод, прыщик помазать йод. Здесь он стоит сумасшедших денег. А когда вы переезжаете, это стресс для организма, то есть особенно если вы с детьми, вы что-нибудь обязательно подхватите. Простудились в самолёте, потому что там холодно, там кондиционеры вы летите. Вы обязательно что-нибудь подхватите в дороге, потому что это стресс для организма. Вот на первой неделе, как минимум, надо взять обязательно, даже если вы ничем не болеете, таблетки от температуры. У меня было там несколько пачек норофенов для всех, взрослые, дети, для всех разных возрастов. И, ну вот, обезболившись там, ну такой вот норофен у меня был, ещё что-то такое. А градусник надо? Градусник? Да, такой, который не разобьётся. А какие? У нас стандартная аптечка с собой, потому что, опять же, дети, температуру умереть надо, у нас был градусник спиртовой. Мы больше покупали. Но он в чехле, то есть защищённый, и опять же он замотан в кучу трусов, в кофт. Безопасно доехал. Ну вот, если будете ехать, купите мне пачку солодки. Я её люблю. Но я с детства всегда пила чай солодки, и поэтому у него без него курица. И просто солодку, которая в литком состоянии именно. А спиртовой, что ли? А, спиртовая солодка, которая бутылочка. А, мне дети подсели на спирт. Я. Дети? А то тому детям предложим, тоже не откажете. Окей. Это с медикаментами. То есть, если у вас есть какие-то серьёзные заболевания, которые вы постоянно что-то пьёте, вам надо рассчитывать на то, что взять с собой запас. Потому что сюда вы приедете, тут лекарства другие. Поэтому пока вы найдёте что-то другое, будет время, вам на первое время всё равно надо. Поэтому рассчитайте конкретно, сколько вы в месяц их потребляете. Всё это надо купить. Посмотрите даты, чтобы у вас ничего не было устаревшего и так далее. Следующий вариант. Косметик. Если опять вы привыкли к каким-то брендам, у вас очень привередливая кожа, естественно, возьмите с собой. И у меня был только крем для лица, для рук. Но я особо не пользуюсь косметикой. Красоту не спортишь. Да, и я потом тут покупаю, я не вижу особо проблемы. У меня не было никаких пристрастий, а в России нет никаких пристрастий здесь, поэтому я покупаю, что покупаю. Да, окей. Следующее. А, что мы брали с тобой? Вот прям most have фотографии. То есть вы переезжаете с семьёй, у вас первые, допустим, два месяца у вас будет... Ну, вы переехали, вы всё-таки на эмоциях. После трёх, четырёх, пяти месяцев, на шестом месяце, по-моему, девчонки писали, у всех начинается апатия, потом становится грустно, потому что уже опять будни-будни-будни, работа-работа-работа, всё грустно, и как-то вот начинается что-то такое. Поэтому иметь фотографии с собой как-то вот приятно. Одно дело, что вы их можете полистать в телефоне, конечно, но телефон можно утопить нечаянно. У меня были фотоальбомы, я их делала. Ну вот, у меня фотографии, допустим, в фотоальбомах. Ух ты! Тут подарок был, открытка. Ну вот, такими фотоальбомами я вот себе печатала каждый год. А просто в альбомы, где мне вставлялись фотографии, я таки не взяла, я их вытащила. Я вытащила, если только фотографии, у меня они где-то вот так вот, я их вытащила из альбомчиков. И вместо вот таких трёх альбомов у меня вот где-то вот так вот пачка фотографий где-то в сумке лежит. Я их ещё не распаковывала, я знаю, что я куплю тут фотоальбом потом, но так как у нас ещё нет опять квартиры, тут у нас нет особо полочек, я никуда у меня их поставить некуда, поэтому когда мы уже купим дом, когда там обустроимся, там я уже всё это опять выложу, всё это расставлю. Пока она у меня лежит, это как бы не emergency, не так срочно. Ну не каждый может себе порвать такую книжку. Они дешёвые, поедут. Насчёт книжек. Я ещё взяла несколько книжек на русском языке. Во-первых, ну в принципе нам их дарили, это приятные податки, хороший атлас, например, хорошая книга. И потом подумайте о том, что вам 12 часов лететь на самолёте. То есть у меня были с собой вот в рюкзаке в наружном кармане большие книжки на всякий случай. Я брала карандаши там с блокнотиком вдруг на всякий случай захочется порисовать. Ну потому что когда мы путешествовали на поезде из Ростова до Казахстана там 3 часа, ой, 3 дня ехать и я всегда с тобой трое суток мы ездили сюда в Казахстан. И мы всегда с собой брали карандаши, потому что ну дети всё равно скучно, там раз одно что-то подделать, 15 минут порисовали, уже как-то не так трудно переносить. Потому что да, девайсы девайсами, но оно устает, ребёнок от этого скучно становится, батарейки садятся, а так раз отвлеклись. У кого-то вообще нету. Да, у кого-то их вообще нету. У кого-то раз отвлеклись, почитали книжку, комиксы, какие-нибудь что-нибудь. Уже никто не плачет, никто не это. Если совсем маленькие дети, то естественно любимые игрушки. Кстати, про игрушки. У нас даже не совсем маленькие дети. Наши 9 лет. Вот эта собака с нами проехала из Ростова до Казахстана, потому что мы ездили к моим родителям в гости. Потом мы с ней переехали, она у нас побывала в Польше, побывала в Узбекистане. Где-то только не побывал с нами пёс. Потому что мой гном любит с ним спать. То есть он мягкий, удобный. У нас за их целая кровать, там спать негде. Но, естественно, мы не везли их прям так. Я из них вытащила, я их вскрыла. Перед выездом мы всё, весь пух вытащили и выкинули. Ну, отдали. Отдали. Кому надо. на изготовление других игрушек и так далее. Зверушки ехали с нами аккуратно сложенные в трубочку. Они занимались совсем немножко время, место. Вот они все в этого катал втрамбовались и ехали таким образом. Сюда мы приехали, купили самую дешёвую подушку в Волвардсе. Может быть, за 3-4 доллара. И всё, я набила все игрушки заново. Следующий интересный пункт, когда я собиралась ещё ехать. А, кстати, у меня ещё была вот такая отдельная сумка с фотоаппаратом. Посмотрите требования авиакомпании. До того, как вы покупаете чемоданы и рюкзаки, посмотрите условия бесплатного багажа, платного, до веса и так далее. Итак, когда я собиралась, мне все говорили, одежду я не покупала, мне все говорили, о, одежду в Америке купишь, там уже будет лучше, там лучше качество, и всё такое. То же самое, когда мы ездили ещё по студенческой визе, в 2004 году я ездила по Work and Travel USA, нам преподаватель наш тоже сказал, вы будете в Америке, девчонки, вы купите там американские футболки, американские джинсы. Окей, если вы носите размер, какой у нас там, какой у нас там бывает размер, М, то есть 46, 48, 50, 52 и выше, вообще ничего не берите, тут вы купите всё обалденное, потому что всё, что для больших размеров, это вообще без проблем. Если вы носили размеры 42, 44 в России, XSS и 46 тоже, и у вас небольшая жопа, слово жопу можно испортить, возьмите что-нибудь запасное, то есть я приехала, у нас была зима, я приехала в этих джинсах, под ними там ещё одни штаны и ещё одни штаны, потому что у меня надо было купить деньги. Для тех, кто не понял, тут, короче, всё огромное, всё обащает. Поэтому я тогда знала, когда ещё в студенчестве мы приезжали, я не могла за всё лето, мы к концу лета только нашли уже где-то эту одежду. У меня были джинсы запасные, то есть вот скрутила аккуратненько, в рюкзак я их сложила, этот рюкзак на дно сумки, то есть я сразу упаковала вещи, которые, вот я вышла из самолёта и знала, что 12 часов в самолёте захочется вот что-то снять и прямо выкинуть, потому что, чтобы стирать, возможности первую неделю точно нет, где-то там на съёмном жилье, в Airbnb, в отелях, поэтому я сразу одевала там какую-то старую футболку, которую я тупо в аэропорту выкинула. У меня вот было сразу с собой комплект, который я сложила в рюкзачок, который я знала, я приеду, я вот утром вот так вот на рогах встану, после самолёта, после перелёта, после джетлага, вот этого всего, и у меня уже готово, мне не надо думать о том, где мои одежды, я уже чик, вот так вот из рюкзачок, из чемодана вытащила рюкзачок, у меня тут уже одежда на этот день готова, всё. И пакет. Пакет всё равно ходить с чем-то по городу надо. Я не люблю ходить особо по магазинам, то есть, я забежала в магазин, я прошла в ряд с джинсами, я прошла в ряд с моим размером, купила. Тут я приходила в магазин, раз, вижу размер Petite, Petite, это вроде как смол, маленький, мой X-Race. Я его одеваю, он вроде бы вот тут вот окей-окей, а жопа висит. Ну, как-то вот она вот тут вот, вот как-то она вот не так смотрится, как мне нравится. Ну, если вы как бы не против, чтобы она там как-то не так сидела, мне вот хотелось, чтобы она нормально на мне сидела. И поэтому я очень долго, мучительно, пока я не открыла для себя подростковый магазин и размер 14. Ну, это вроде бы американ. Да, это американский размер 14, это то, что я сейчас ношу, обычно у меня был 44, иногда я носила 46, ну, с 42 я уже выросла. А здесь я ношу подростковый магазин. Так, дальше. Это одежда. Поэтому, как бы на смену, то есть вы первый день приехали, вы точно захотите как минимум снять что-то и одеть что-то другое. Даже если не хотите везти, много везти тоже необходимости нет, потому что даже мы вот ехали, я знала, что мы прилетим в Нью-Йорк, но у нас, на нас были одеты зимние куртки, мы летели в январе, через Минск, там был снег, сугробы, в Баку была зябка, в Нью-Йорке мог быть снег, но нам повезло, его не было. То есть у нас была зимняя одежда, но мы при этом знали, что мы едем в Южный штат. Вот здесь вы сейчас смотрите мои видео, у нас плюс 15, январь. И холоднее уже не будет. Ну, будет там на следующей неделе, может быть, что-то там до плюс, до минус питья опустится, но это все. Да, у нас тут ожидается ураган Джерри и, возможно, даже снег выпадет. Вперу из за три года. Следующим пунктом у нас гаджеты, мы любим все гаджеты, правильно? и вообще вот перед тем как я начала бы делать все вот это вот упаковывание чемодана я бы попробовал сначала скачать чек-лист даже если вы переезжаете переде особенно если вы никогда не путешествовали или если у вас особо нет опыта переезда в куда-нибудь я свою жизнь приезжала слишком часто я пережила из казахстана в омск из омска в новосибирск потом в ростов потом опять уехали в сибирь потом мы из сибири поехали с чемоданами уже в польшу то есть мы уже готовились полностью выезжать из польши сразу на и сша после получения визы но так как мы застряли вернулись опять в смоленск но опять же уже у нас уже были только эти чемоданы с которыми мы ехали но тут мы дальше то есть технически да вы берете только деньги вам хватит но вот чтобы ваш как бы и переезд был более комфортный для вас меньше стресса можно подготовить вот такая ерунда мелкая это переходник для американской розетки я заказала еще за год до переезда на алиэкспресс они около доллара стоит то есть вы приехали где-то подержать телефон у меня лэптоп например там зарядки батарейки у меня период как его знать аккумуляторы с зарядками тоже они же все настроены на европейскую систему американская система она другая поэтому я заказала штуки 3 таких передних ходника я кинул в три разных чемодана чтобы если один чем она потеряется бывает иногда там в процент конечно невысокий но вот один про переходник у него всегда был все пихать опять же то есть создайте себе чек-лист что вы хотите покупать онлайн можно скачать чуть-чуть много так вбиваете чек-лист для путешествия и там уже от себя добавьте что вам необходимо что необходимо как минимум базовый чек-лист будет у вас в наличии повести у себя на стену за месяц за два за полгода и по нему уже ставьте галочки сразу готовьте то что нужно что не нужно я вот то что что-то надо купить заранее что-то у вас уже есть что-то надо будет выкинуть разобраться с теми вещами которые вам не нужны будет у вас достаются вашем предыдущем жиле и вы понимаете что вы их не повезете я опять же куда их девать у меня был кухонный комбайн который я заранее продала на авито там допустим холодильник мы продали тоже мы его не везли с собой вот так это опять же гаджеты правильно там гаджетом зарядки эти зарядки мы опять же думаем вот чек-лист у нас есть к этому чек-листу добавьте разделение что вы пакуйте в чемодан и что вы пакуйте с собой в рюкзак то есть то что вам понадобится прям вот 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 во время поездки а то что понадобится выпустил как уже вышли из самолета и обосновались где-то в отеле вот и там тоже можно разделить на то что вам понадобится когда-нибудь спустя месяц и положить это на дно и то что вам понадобится прямо в первый же день как я показала до этого рюкзачок сразу положили в него отдельно упаковали ну или там бывают специальные сумки для упаковки но я вот это не понимаю потому что опять же я взяла свой рюкзак который я буду по городу таскать я же не буду таскаться с тем рюкзаком который у меня в самолет потому что тот огромный рюкзак там 50 на 30 на 30 не помню сколько размеры габариты для ручной клади обычному городской рюкзачок он поменьше я не могу же я приехать только что я приехала в нью-йорк и сразу пойду покупать рюкзачок потому что мне сейчас не с чем идти некуда даже вот телефон засунуть правильно поэтому вот этот рюкзак свой я положила с собой те кто путешествует часто допустим тужу в турцию в каникулу правильно вы едете вы уже знаете что у вас там всегда собой нужно там кремики там зубные щетки пасты вы тоже с собой берете кстати зубные пасты щетки вилки так ладно давайте по списку то есть мы перешли с гаджетов на что-то еще правильно после давайте по важным пунктам документы у нас было много документов во первых у нас там документ для посольства потом посольство когда забирали визы это все он нам еще консул отдал наши какие-то документы которые мы им отправляли для одобрения виза он потом сказал мне это не нужно он нам их вернул то есть там переводы всех средства рождение средства браков разводов если у вас были что еще может понадобиться ну медицинские полисы страховки потом эти к виды тесты все это конечно есть у вас в телефоне но для того чтобы показать в аэропорту когда вы садитесь на самолет гораздо удобнее это иметь распечатанным и вот в каком-нибудь ближайшем кармашке или специальные сумочки такие продаются для вот документов которые в самолете держите чтобы сразу достать кто-то рекомендует еще сделать копии документов там допустим тоже паспорта и где-то вот хранить их также нотариально заверены то есть если вы вдруг потеряете паспорт что у вас будет заверена нотариально переведенная на английский копия вашего паспорта ну как бы для не знаю как как документ как замена документов чтобы вы не остались вообще без документов тоже есть такая рекомендация такого не делала но путешествиях рекомендую такое делать банковские карточки кэш деньги знаете это уже однозначно так у нас по документам была очень большая сумка документов то есть мы прям отдельно компьютерная сумка и мы туда вот эти все компьютерные документы в компьютерную сумку сложили все документы документы с переводами на английский допустим диплома в образовании потому что здесь ее мы сделали тепло и вывешен переоценку диплона если вы пойдете в колед то там тоже можно то есть ваше образование предыдущие чтобы подтвердить либо продолжить будет если то можете сделать любой стране клуба переездите вы там можете сделать обратиться в колледж дать деньги но при этом вы не должны работать все жизнь на где-нибудь на чем-нибудь он можете продолжить образование либо лучше на что-то новое но уже ваш предыдущий диплом в Perspective могут взять за счет следующий пункт у нас читал про постельное белье долго смеялась не постельное белье мы не брали с собой хотя некоторые бывают люди что они приезжают они знают что они вот тут призывливо относятся например к нот на airbnb или в отелях вы снимаете белье вам не нравится как бы но покупать вести с собой странно тем более размеры я читала в канаде разные здесь тоже ну для таких случаях я бы просто сразу запланировал по поездку в волмарт сразу по пути как самолета и там уже купила ну или не волна рта куда-нибудь неважно ввести с собой постельное белье тяжелое я не такое не брала я брала вещи которые лично мне важны то есть для моего эмоционально-психическое состояние потом документы потом медицинские что-то там одежду я уже сказала про одежда говорила да про одежда я говорила что с размерами одежды и ну и для детей правильно то что их их поддержать их настроение в поездке и после то что то есть мы сразу проверяем то что им важно то чтобы они не забыли и да я правил еще сказал правильно я сразу планирую ok вот мой первый день я приехала куда-то мы допустим жили первое время в airbnb там есть всей посуда и все но я знаю что примере я когда-то давно покупала в новосибирске эти вилки которые я очень долго выбирала мне не нравится мне нравилась их форма я упаковала не 800 штук там сколько на 7 4 человека вообще-то я ее забыл на самом деле у меня только одна вилка но все наши ложки у нас с собой тоже мне не нравится здесь я полгода потом искала вилки которые бы мне подходили по форме чтобы они мне нравились вот вы приехали хорошо в отеле у вас там вас кормят где-то там выходите в квартире пока на airbnb вас тоже кормят а потом бац вы заходите свое новое жилье у вас ничего нет вам в первый же день надо опять бежать куда-то где-то все ну пластиковые вилки покупать или вот просто достать вилку из чемодана подумайте о том как вы будете себя вести вот в первый день в пустой квартире его сразу вот такой список я понимаю что кастрюли вы не повезете это было бы конечно вообще вспомните про свою серебро столовая может быть вы его повезете кстати да у нас несколько серебряных ложек есть мы их повезли я их упаковала лично и не забудьте скачать перед всем вот этим всем 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 google карты google maps заходите свой аккаунт и там есть такая кнопочка настроить карты оффлайн то есть чтобы вы не зависели потом от интернета где нибудь есть или нету вы можете оффлайн вот эту карту потом видеть когда у вас уже скачано в телефоне я об этом узнала назад вот или три уже оказывается не все люди об этом знают вот но они оказывается бывают оффлайн и да там сразу можно помечать my favorite place если вы когда обращаете внимание на мои видео у меня там куча теперь отмечены места куда я хочу пойти сразу то есть я перед приездом в америку уже заранее пропланировала что вот вот здесь мы будем снимать квартиру потому что мы сняли там за две недели от района rb потом я отметила куда мы пойдем гулять в первый же день потому что надо было прогуляться до банка америки в чате там порекомендовали но они сказали сразу что сразу в один другой третий заходите в центре и спрашивать потому что некоторые банки америки открывали счет без подтверждения адреса других нет и я отметила и также там и отметила себе там офис телефона там в райзен элемент или что-то вот какие-то еще чтобы было все рядом я уже знала куда мы четко идем вышли в центральный парк по нью-йорку походить и вот туда поэтому у меня эти точки были одна на карте отмечены чтобы в первый день под впечатлениями вы заранее это отметили все что у вас на карте уже сердечко стоит вы идете к этому сердечку отмеченному вами а да вот этого пикачу мы тоже с собой привезли вот эти вот часы языки когда-то мы их купили они много места не заманимают понимаете это эмоциональная штучка вот для детей то есть вот он знает что эти часы вот они когда-то он помнит у него тут связь с чем-то там когда-то какие-то воспоминания мне несложно ее взять правильно наушники у них с собой были но наушники и они все везли вот вот это на детях было потому что это гаджеты это все они с собой везут гаджеты детей не везли сами это были в их рюкзаки у нас фактически у саши был рюкзак полный документов у меня был рюкзак полный не знаю чем там тоже были документы потом всякие вот как раз вот настольные игры для дороги там у на у нас было чуть-чуть какие-то вот эти комиксы один журнальчик не все три книги у меня все в основном багаже и вот что-то там один журнальчик я залазила брала с собой там ручку карандаш хотя вообще карандаши раскраски сейчас дают самолетах когда пакет дети есть они там сразу выдают тоже пакетики они об этом заботятся что дети не плакать дороге они заинтересованы у нас на каждом перелете нам что-то давали вот тоже какой-то пакетик для детей но опять же иметь свой почему бы нет и в общем то все теоретически самое важное главное сохранять спокойствие все будет хорошо попростайтесь если вы впервые в жизни переезжаете если вы до этого не ездили снимите на неделю домик деревне какой-нибудь ближайшим куда-нибудь город поедте на неделю и там обращайте внимание чего вам не хватает для комфорта и вот сделать себе список самостоятельно потому что потому что потому что у всех людей разные запросы у кого-то там какие-нибудь не знаю что пинцет вот вы без любимого пинцета вы поедете а потом спустя месяц вы понимаете пинцета вот этот я не люблю этот мне не нравится я купила и вот как-то так когда в повседневной жизни вы живете в этим каждый день пользуетесь даже не замечаете этого а потом когда вы вдруг вот тут остались мои любимые вилки там где-то далеко и теперь я понимаю что тарелки вы не повезете но любимая вилка мне вот я смотрю на ложки которые я взяла свои вот мне спокойно спокойствие только спокойствие ну надеюсь вам было полезно можете дополнить свой список внизу и так далее все будут вам благодарны понятно что всего включить невозможно все равно вы что-то забудете все это восполнимо когда-нибудь поедете вернетесь заберете поэтому что мы если вы еще и собака едете то это отдельная история подумайте о удобных сумках сейчас есть удобные чемоданчики для детей которые прямо на колесиках я видела их самолет не самолетах вот когда в аэропорт уходили и там чемодан детский который в дручная кладь и он сделан в форме как собачки были на которой ребенок прям сидит на нем как на на шаговеле и вот он сидит он даже полусонный и родители вы просто катят потому что я ночные перелеты от это все дети разного возраста это у меня уже более-менее взрослые дети кого поменьше понятно там есть можно коляски с собой везти и они бесплатные вклад в вручную вклад вручную кладь идут но иногда коляска это уже вот к чемоданам еще это еще дополнительные а вот такой вот шаговел смотря какой возраст ребенка может быть довольно удобно планируйте свои поездки заранее пока пока